Привет! Дай угадаем, ты сейчас думаешь, что перед тобой детеныш медведя, верно? Ну, сейчас увидишь, насколько ты ошибался. На самом деле этого зверя зовут Волкособ, и как можно понять по названию, он представляет собой гибрид собаки и волка. Слишком дерзкий, чтобы называться обычным псом, но при этом чересчур любящий людей, чтобы жить в дикой природе. Если хочешь увидеть больше животных, которые в детстве выглядят совсем не так, как во взрослом возрасте, смотри ролик до конца. В комментариях под этим видео шутят. Эй, парень, если ты такой опасный хищник, то почему тогда такой милый? И правда, мы даже не представляли, что детенышек грозного гиппопотама выглядят вот так. Есть ощущение, что это вообще какой-то аниматроник, а не живой зверь. А взрослых особей этого животного действительно есть за что бояться. По некоторым данным, гиппопотам — это самый опасный хищник в Африке. В год количество случаев его нападений на человека сильно превышает соответствующую статистику по львам, леопардам и гепардам. Предупреждаем, ты не готов к тому, что сейчас увидишь. Да, сумка и детенышек кенгуру выглядят совсем не так, как нам показывали в Винни-Пухе. Размножение кенгуру — это вообще очень любопытный процесс. Беременность у этих животных обычно длится не больше 40 дней, а вот вынашивание детеныша в сумке может затянуться до 8 месяцев. Причем некоторые люди думают, что кенгурята каким-то магическим образом рождаются сразу в сумке у матери. Но на самом деле они появляются на свет естественным путем, как и у всех остальных млекопитающих. А потом самостоятельно находят сумку по запаху и залезают туда. В этом им помогают цепкие когти, которыми они могут похвастаться с самого первого дня жизни. Кажется, что детеныши гиены совершенно безобидны, но поверь, это ошибочное ощущение. Они, может, и выглядят мило, но рождаются уже с острыми, как бритва зубами. Тем не менее, охотятся щенки гиены, начинают обычно после первого года жизни. До этого об их пропитании заботится мама. Вот посмотришь на такого милаху и даже не верится, что скоро он вымахает в свирепого пса весом в полцентнера. На самом деле американский бульдог не причинит вреда человеку даже во взрослом возрасте. По крайней мере, без причины. Даже несмотря на то, что этих сильных собак разводили для травли быков, они никогда не будут применять собственную силу просто так. Кстати, американские бульдоги не просто так суперпопулярны среди американских звезд. Это отличный спутник для большой семьи. Например, такую собаку можно увидеть дома у Анжелины Джоли, а у Пинг пес этой породы и вовсе набит на руке. Удивительно, насколько маленькими слонята выглядят по сравнению со своими родителями. Хотя весят они прилично уже при рождении. Обычно больше сотни килограммов. Интересно, что связь мамы слонихи и ее детенышей – одна из самых крепких в животном мире. Несмотря на то, что беременность у этих животных длится более 600 дней, рождается слоненок почти слепым. В первое время он полностью зависит от матери, питается ее молоком до двух лет, а семью и вовсе покидает только годам к 12-16. Когда видишь, как два очаровательных белых мишки в шутку борются друг с другом, с трудом верится, что это самый крупный сухопутный хищник, да еще и довольно опасный для человека. Вообще специально эти звери на людей не охотятся, но в стрессовой ситуации вполне могут напасть. Частично это связано с потеплением в Арктике. У хищников становится все меньше добычи, и с годами их поведение становится все более непредсказуемым. А ты когда-нибудь замечал, какие у носорога забавные уши? У взрослых особей это не так заметно. Но вот когда смотришь на детеныша, у которого еще не вырос величественный рог на носу, эта милая особенность сразу бросается в глаза. Кажется, чаучау – это одна из самых милых пород собак. Но разве такой плюшевый мишка сможет защитить хозяйку от воришек на улице? А, сможет, да еще как! Посмотри, в какого зверя может вымахать такой кроха! Не зря эта порода ценилась еще в древние времена Китайской империи. Несмотря на свою очаровательную внешность, такая собака может быть и отличным воином, и первоклассным охотником, и верным телохранителем. Ну а то, как выглядит детеныша льва, для тебя наверняка не секрет. Хотя бы благодаря походам в зоопарке и ремейку «Короля льва». Но они настолько милые, что почему бы не взглянуть еще разок? Кстати, а ты знал, что некоторые львы рождаются с лейкизмом? Не путать с альбинизмом – это не то же самое. От альбиносов белые львы отличаются тем, что у них обычная пигментация глаз. Только посмотри, насколько красивы эти звери. А еще они очень редкие. Таких животных всего пара сотен по всему миру. Казалось бы, такая безобидная ящерица. Это ты просто еще не знаешь, в кого она вырастет. На самом деле перед тобой крошечный комодский варан, который во взрослом возрасте может весить больше 130 кило. Причем он способен убивать жертвы в несколько раз больше себя. Например, пар накопытных, которым он нередко переламывает ноги ударом мощного хвоста. Честно говоря, от взрослых морских игуан хочется держаться подальше. А вот их детенышей даже и потискать хочется. Вот так посмотришь на крошечную зеленую игуану, и сразу становится понятно, почему этот зверь так популярен в качестве домашнего животного. Хотя взрослые особи выглядят уже куда более грозно. Кстати, видишь этот странный мешок на горле? Он нужен животному для терморегуляции. А еще для того, чтобы отпугивать неприятелей. Если игуану застать врасплох, она тут же этот мешок раздует. Ну и бонус. Как и многие ящерицы, игуана умеет отбрасывать свой хвост в стрессовой ситуации, а потом отращивает новый. Черепахи. Это, пожалуй, один из самых разнообразных отрядов животных. Мало того, что они бывают морскими и наземными, так еще и очень отличаются по размеру. Например, среди сухопутных видов вполне можно встретить совсем крошечные особи длиной сантиметров 10, а бывают настоящие громадины. Их вес достигает 500 килограмм. Вот так посмотришь на беззащитного детеныша пантеры и нет-нет, да и захочешь взять такого домой. Но мы ни в коем случае ни к чему не призываем. Естественно, этих животных категорически нельзя разводить в стесненных условиях. Это очень мощные, сильные и ловкие хищники, которые, кстати, не только отлично бегают, но еще и умеют первоклассно лазать по деревьям и плавать. Эта змейка только появилась на свет, а уже пытается куснуть руку своего хозяина. Ну еще бы, это же детеныш анаконды. Ты, кстати, знал, что эти рептилии могут питаться практически всем, чем угодно. Но особенно они жалуют капибар, а те на минуточку вполне могут весить до 60 кило. Помнишь белых львов? Так вот, белые тигры тоже существуют и тоже благодаря лейкизму. Правда, если белых львов еще можно встретить в дикой природе, то тигров с такой особенностью на воле совсем не осталось. Их разводят исключительно в зоопарках и заповедниках. Во многом потому, что их окраска является, по сути, ошибкой природы, которая сильно осложняет их жизнь. Просто представь, каково было бы такому животному выживать в саванне? Никакой маскировки. КОНЕЦ И прежде, чем ты спросишь, как его хозяйка не боится держать у себя дома будущего монстра, уточним. Такие животные не вырастают крупными. Их вес во взрослом возрасте редко превышает 6-7 кило. И снова мини-викторина. Угадаешь, чей это детеныш? Не поверишь, но именно так выглядит новорожденная панда. Теперь внимание. Взрослая панда в среднем весит где-то 90 кг, а вот ее детеныши — граммов 100. Это в целых 900 раз меньше веса матери. И такое соотношение — абсолютный рекорд среди всех видов млекопитающих. Ротвейлеры из тех собак, которые быстро вырастают, но даже во взрослом возрасте сохраняют беззаботное щенячье выражение морды. Убедись сам. Кажется, что этого пса просто увеличили в размере кликом мышки, а в остальном он совсем не изменился. Если бы Спилберг снял в своем блокбастере детеныша белой акулы, то триллера бы точно не получилось. Выглядят-то они довольно безобидно, но не обольщайся. На самом деле белые акулы опасны уже в самом раннем возрасте. Детеныши рождаются уже с полным набором зубов, а поэтому могут кормиться и заботиться о себе самостоятельно буквально с первых дней жизни. Надо же, какими милыми выглядят детеныши скунца. Не были бы они еще такими вонючками. Кстати, некоторых людей такая особенность вообще не смущает, поэтому они заводят этих животных в качестве домашних. Ну и в защиту скунцев скажем. Вообще-то их необычный секрет очень важен для экосистем. Например, он помогает истреблять вредоносных насекомых, которые уничтожают полезные для человека растения. Эти милые ушки просто невозможно перепутать. Знакомься, это детеныш-рыси. Кстати, кисточки на ушах нужны ей не просто для красоты. На самом деле это не что иное, как локатор звуковых волн. Именно благодаря ему рыси обладают острейшим слухом и способны услышать шаги неприятеля даже за несколько километров. Неудивительно, что поймать эту кошку ой как непросто. Горилла Горилла – очень умное животное. И это видно даже по взгляду ее детенышей. Взгляни сам. Все-таки не просто так ДНК человека практически не отличается от ДНК гориллы. Впрочем, физически человек с гориллой может даже не соревноваться. В среднем самец этого примата сильнее взрослого тренированного мужчины как минимум раз в шесть. Догадаешься, какой птицы эти детеныши? Так сразу и не скажешь, но это страусята. Шея у них в этом возрасте совсем не такая длинная, как у родителей, да и оперение еще выглядит по-другому. Тем не менее, они очень быстро становятся самостоятельными. Уже через пару дней после рождения страусята покидают гнездо и сами идут искать себе еду. А к полутора годам уже бегают не хуже родителей со скоростью около 70 км в час. А вот с этим приятелем уже в щенячестве все понятно. Растет настоящий боец. Но еще бы! Псы породы каникорса произошли от древнеримских собак-гладиаторов. Так что гены у них что надо. Например, они обладают третьим по силе укусом среди животных своего вида. Конечно, заводить такого песика неопытному хозяину лучше не стоит. С дрессировкой и воспитанием каникорса справится не каждый. Но если с этими собаками достаточно заниматься, то они вырастут в самых преданных друзей, которые будут всегда готовы защитить тебя от любой неприятности. Думаешь, это взрослый кот? А вот и нет. Перед тобой котенок Мейн-куна, у которого детеныши размером примерно такие же, как взрослые звери других пород. Только представь, самый крупный Мейн-кун в мире живет в США, и его длина аж 120 сантиметров. На сегодня все, приятель. Не забудь поставить лайк и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok